Сегодня работники Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия буквально вручную извлекают уникальную трелинку из-под старого слоя асфальта. Сначала с помощью техники ослабляется прочность старой кладки, а затем плитку за плиткой бережно и аккуратно дорожники складывают на специальные поддоны, после чего оборачивают полиэтиленовой пленкой. Для такой ювелирной работы есть все основания. Она пролежала под асфальтом и весь этот цементный состав, на котором камешки вот эти трелинки крепятся, он естественно потерял свои свойства и при механическом вскрытии очень много, к сожалению, ломается. Но, тем не менее, вы видите, максимально, что мы можем добывать, сохранять, мы заготавливаем, вывозим здесь у нас очистные сооружения, там достаточно свободного места мы уже заполнили, и вывозим на участок подрывлению строительных отходов на улице Интернациональной. Сегодня с проезжей части на проспекте Машерова извлечено почти две с половиной сотни квадратных метров плитки трелинки. К сожалению, даже ручная работа не обеспечивает ее полную сохранность. Из-за долгого пребывания в основании дороги, связующий раствор, соединяющий элементы натурального камня, потерял первоначальную прочность. А ведь именно прочностью и долговечностью славилась плитка трелинка, которая во времена польского обреста над Бугом была очень востребована. Ее называли вечным покрытием. Плитка трелинка получила свое название по фамилии Владислава Трелинского, варшавского инженера, который ее изобрел и запатентовал. Плитка представляла собой шестиугольники высотой примерно 15-20 сантиметров. Она изготавливалась в специальных металлических формах, куда закладывался колотый базальтовый камень, и этот базальтовый камень заливался бетонным раствором. Во второй половине 30-х годов в Бресте плиткой трелинкой были покрыты две главные магистрали – улица Уни-Любельская, ныне Ленина, и Ягелонская, сегодня проспект Машерова. Фрагменты уникального дорожного покрытия можно найти во дворе администрации Ленинского района перед фасадом Гершоновской церкви, а также в Крывеческом музее. Кстати, интересный факт. В 30-е годы конкуренты Владислава Трелинского захотели перетянуть одеяло на себя, начав производство похожей плитки. В отличие от трелинки, она была четырехугольной. Увы, конкуренция на ней выдержала, поскольку была непрочной и быстро разваливалась. Тем временем трелинкой вымостили еще одну важную дорогу. Плиткой-трелинкой была вымощена первая дорога с твердым покрытием на территории Полескового водства. Она соединила Брест и Пинск. Ее строительство было начато в 1936 году. После окончания строительства, спустя два года, на окраине Пинска даже был установлен специальный памятный знак из базальта. Базальт для изготовления плитки-трелинки завозился в территории современной Украины. Это Ровненская область. Также можно сказать, что в основном дороги тогда мастились вручную. И учитывая, что каждая плитка весила порядка 30 килограммов, можно представить, какой огромный это был труд. Однако вернемся в наши дни, а именно к судьбе ценного артефакта. В будущем уцелевшая часть трелинки будет отреставрирована и использована при реконструкции исторических мест нашего города. Одним из них может стать старый городской сад, расположенный по соседству с ремонтируемым участком. Сегодня место отдыха наших предков, живших в 19-20 веках, также активно приводится в порядок. И к тысячелетию города над Бугом, вероятнее всего, берестейцы смогут пройтись по городскому саду по тропинкам, выложенным плиткой-трелинкой.